Друзья, всем привет! С вами Encrypted и сегодня мы снова будем говорить про аирдропы. А именно о том, как менялась концепция аирдропов и чего ждать в будущем. Будет интересно, не приключайся, поехали! Первый в криптовалютной индустрии аирдроп провел протокол Aurora Coin в марте 2014 года. Команда хотела распространить токены AUR среди жителей Исландии, чтобы стимулировать их использование в качестве платежного средства. В 2020 году децентрализованная биржа Uniswap провела первый ретро-дроп, позволивший одновременно вознаградить сообщество и распределить токен управления Unis среди большого числа людей. В 2024 году аирдропы стали наиболее популярным инструментом для привлечения пользователей и запуска токенов, а охота за дропами стала практически профессиональным видом заработка. Я работаю в криптовалюте. Рынок прошел путь от безвозмездных благодарственных дропов, фармингу поинтов, завышенным ожиданием пользователей и борьбе с мультиаккаунтами. Давайте немного окунемся в историю эволюции дропов. Аналитики Delphi Digital считают, что аирдропы эволюционировали сразу в нескольких направлениях. Однако в контексте самого механизма распределения аллокаций сформировалось 4 основных архетипа. На основе участия, на основе категории пользователей, ценности действий и системы поинтов. И начнем с классических ретродропов. Одним из первых проектов, использовавших дроп для поощрения сообщества и распределения токенов, стала децентрализованная биржа Uniswap, которая анонсировала кампанию в сентябре 2020 года. Событие отличалось тем, что пользователи заранее не знали о планах разработчиков. Награду получило 90% адресов, которые хотя бы однажды взаимодействовали со смарт-контрактом протокола. Это сделало Uniswap классическим примером ретродропа, при котором токены служат инструментом поощрения, но не являются стимулом для взаимодействия, поскольку любая активность вознаграждается постфактум. Минимальная награда для пользователей Uniswap составляла 400 юни, что на момент запуска торгов было 1400 долларов. Следующий тип распространения по категориям пользователей. Это более сложная модель распределения, которая предусматривает разделение пользователей на несколько категорий в зависимости от активности и предоставленной проекту ценности. При этом соблюдается основное правило ретродропов – отсутствие предварительных обещаний по запуску или раздаче токена. Одним из наиболее известных примеров подобного распределения является компания от Aptos. Разработчики разделили аудиторию на две группы. Пользователи, которые подали заявку на участие в тестовой сети в качестве валидатора, получили по 300 АПТ. Участники мента NFT из коллекции Aptos Zero в тестнете получили по 150 АПТ. В декабре 2023 года протокол ликвидного стейкинга Solana Jita использовал модифицированную версию этого подхода, разделив участников на несколько категорий, а затем добавив систему уровней в каждой из них. Следующий тип распределения на базе ценностей действий. Этот подход использовали команды Layer 2 протоколов Arbitrum и Optimism в 2023 году. Они ввели категории действий, каждая из которых предусматривала определенное количество токенов в качестве вознаграждения. Это создало более гибкую модель распределения, в которой размер аллокации для каждого участника зависел от его анчейн-активности. Airdrop Arbitrum примечателен еще и тем, что команда проводила скоринг адресов при помощи поинтов, которые затем конвертировали в токены. Однако данные о системе не раскрывались публично, поэтому пользователи не могли заранее определить, какие действия нужно выполнять и как они оцениваются. Еще одна система распределения на базе поинтов. Этот механизм предусматривает кампанию по привлечению пользователей, в ходе которой активные адреса получают баллы за совершение тех или иных действий. При этом участники заранее знают, сколько поинтов за какие действия они получат. А разработчики могут динамично менять размер награды, чтобы устанавливать таким образом приоритетность того или иного вида деятельности, который их интересует. Сам механизм конвертации поинтов в токены, как и курс обмена устанавливается командой и может комбинироваться с рассмотренными выше решениями, имеется в виду категории пользователей, активность, ценность и т.д. Например, в рамках кампании протокола Renzo пользователи зарабатывали баллы, а распределение токенов проходило по уровням. В число проектов, использующих программы поинтов, входят Blast, Athena, Agent Layer и большинство других новых протоколов. Стремительное распространение именно этой модели в 2024 году фактически вытесняет ретро-дропы с заранее неизвестными условиями. Кстати, по ссылочке в описании будет статья о том, как работает распределение дропов на базе поинтов. В разговоре с Encrypted представитель Hot Protocol отметил, что концепция аирдропов продолжает эволюционировать. По его словам, модель остается важным инструментом, хоть и в измененной форме. Проекты все еще экспериментируют с форматом. На первый взгляд, команды стремятся изменить механизм, чтобы обеспечить более справедливое распределение поощрений пропорционально вкладу каждого пользователя. Команда Uniswap провела ретро-дроп для 90% адресов, хотя бы единожды взаимодействующих с протоколом, отсеяв только самые незначительные транзакции. Разработчики JITO ввели систему уровней, чтобы более активные адреса смогли получить больше токенов. В оптимизм развили этот подход, определив размер распределения для каждого кошелька на основе его действий. В теории, эти механизмы ориентированы на сокращение количества недовольных пользователей и формирование более сильного и здорового сообщества. Однако, для достижения этих целей, необходимо, чтобы аудитория воспринимала аирдропы именно как награду за предоставленную ценность, а не просто поощрение за взаимодействие с платформой. Пример, кросс-чейн протокол Wormhole, который распределил токены в марте 2024 года, без предварительной маркетинговой кампании. Поскольку в этом случае рост аудитории был органическим, люди интересовались продуктом. Аирдроп практически не повлиял на размер пользовательской базы и, как следствие, объем транзакций в экосистеме. Не сократились и объемы транзакций, проведенных через крупнейший кросс-чейн-мост протокола Portal. Ситуация начала меняться после компаний Аптос, Оптимизм и Арбитрум, прошедших со сравнительно небольшим временным разрывом и отличавшихся щедрым вознаграждением. Случайно или сознательно эти проекты укрепили в сообществе уверенность в том, что каждое новое приложение должно запустить токен и провести его дроп, формировав таким образом концепцию аирдропов по умолчанию. Изменение восприятия наглядно демонстрирует даже ситуация с Арбитрум. Команда проекта несколько раз заявляла об отсутствии планов по запуску токена, однако на фоне действий разработчиков Аптос и Оптимизм сообщество сохраняло уверенность в том, что проект пойдет по тому же пути. И в конечном итоге оказалось право. Либо такой и был план заранее, либо команда уже адаптировалась под новую концепцию и не смогла не распределить этот дроп. Другим примером является SUI. Проект столкнулся с недовольством пользователей после отказа от аирдропа в пользу токен сейла. Вероятно, основная причина появления концепции распределений по умолчанию состоит в том, что она эффективнее решает проблему холодного старта. Активность аудитории существенно повышается, если люди уверены в будущей награде. А ретродропы этой уверенности не дают. Впрочем, также возрастает риск коррупции стимулов, поскольку приоритетным становится вознаграждение, а не сам продукт. Мы взяли комментарий на эту тему у Антона Букова, кофаундера OneInch. Вот что он думает. У аирдропов схожи или даже идентичны с фармингом цели привлечение активности пользователей в протокол и их инцентивизация. Ключевое отличие в том, что ретродропы проводят на основе истории, а фарминг в реальном времени. Мне кажется, что это два основных механизма, и разработчики используют оба, потому что вначале часто бывает, что проект имеет активность, имеет пользователей и какой-то определенный успех. И только потом появляется токен. И чтобы как-то поощрить ранних участников, делается раздача. Но цели, в принципе, очень похожи. Преимущества и недостатки этого подхода наглядно демонстрируют распределение от закосин, проведенное в июне 2024 года после длительных усилий по привлечению аудитории. Например, количество новых транзакций после аирдропа начало резко снижаться, достигнув к моменту записи видео отметки в 320 тысяч, что примерно в 5 раз меньше, чем в первый день кампании. После распределения токенов сократился и объем заблокированных в смарт-контрактах проекта средств TVL. Однако это снижение произошло в рамках общего нисходящего тренда. Переход к программам с поинтами окончательно закрепил такой утилитарный подход, оставив в прошлом ретроспективность вознаграждения. Теперь участники заранее знают, за какие именно действия команда готова раздавать вознаграждения. Под протокол отметили, что аирдроп стал эффективным маркетинговым инструментом, который позволяет привлечь аудиторию. Стратегия выхода на рынок и поощрение сообщества также важны. Но на первом месте стоят привлечения ликвидности и пользователей на ожиданиях от распределения, добавил представитель проекта. С одной стороны, благодаря баллам разработчики получили инструмент для быстрого привлечения пользователей, а с другой стороны, качество аудитории существенно снизилось, поскольку основным ее приоритетом стала награда, а не сам продукт. По мнению команды Hot Protocol, система поинтов при этом не является более совершенной моделью. Подобная модель решает некоторые проблемы ретродропов, например, проясняет критерии распределения. Однако при этом механизм обладает очевидными недостатками. В частности, он позволяет использовать автоматизированные сервисы для фарма поинтов, что снижает ценность участия и может негативно сказаться на качестве привлеченной аудитории. Пример проект Blast, распределивший токены в июне 2024 года по итогам 4-месячной кампании. Количество транзакций в сети достигло своего пика в преддверии анонса аирдропа, после чего начало стремительно снижаться, достигнув к моменту записи отметки в 550 тысяч, что вдвое ниже максимальных значений. Аналогичную тенденцию демонстрирует и TVL сети. Важно учитывать, что Blast, несмотря на запуск токена, продолжил программу начисления поинтов, что может как-то способствовать удержанию пользователей и, что самое важное, капитала в сети. Кроме того, естественно, на показатели всех проектов могут влиять дополнительные факторы, такие как общее настроение пользователей на рынке, особенности продукта, действия разработчиков и так далее. В целом же, эта эволюция выглядит как попытка найти баланс между количеством привлекаемой аудитории и ее качеством. И поэтому применяются более сложные системы стимулов, в общем, комбинированные такие штуки. Чуть ранее мы говорили о том, что пользователи начали воспринимать аирдропы не как благодарность, а как нечто положенное и по умолчанию. Однако и на стороне разработчиков случился похожий двиг от токена для сообщества до сообщества для токена. Инфлюенсер под ником ExcelBitBlaze указывает, что в основе этого изменения лежит нарративная психология. В соответствии с этой концепцией, аирдропы находятся на том этапе развития, когда сам факт анонса раздачи вызывает ажиотаж. Команда усиливает его при помощи маркетинговых инструментов, затем использует, чтобы повысить показатели продукта и привлечь дополнительное финансирование. Из-за этого рынок наблюдает длительные кампании и многочисленные сезоны фарминга поинтов. Видимый рост активности пользователей и крупные инвестиционные раунды создают предпосылки для завышения стоимости токена во время запуска торгов. И в конечном итоге приводят к проблеме высокой оценки, FDV, при низком циркулирующем предложении. А я напоминаю, что у нас есть очень классная статья, которая называется «Высокое FDV – ограниченное приложение. Как венчурные инвесторы ломают экономику». Очень такая понятная статья, которая объясняет в принципе суть некоторых вещей. Именно по этой причине команды, как правило, сквозь пальцы смотрят на мультиаккаунтинг, о котором речь пойдет ниже. И действия китов, как это было с AgentLayer. Проект раздал около 2 миллионов токен Agent на несколько адресов Джастина Сана. Для сравнения, медианные размеры дропа составил 110 Agent на пользователя. С этой точки зрения эволюция дропов сводится к состязанию между разработчиками и сообществом, в которой каждый пытается максимально эксплуатировать ожидания друг друга. Программы поинтов – попытка максимально повысить эффективность распределения как стратегии выхода на рынок за счет возможности влиять на активность аудитории. Пользователи понимают это и отвечают соответствующим образом. Вместо формирования сообщества вокруг продукта или, по крайней мере, токена, они сразу продают, чтобы не стать выходной ликвидностью для венчурных инвесторов. Так, из 10 тысяч крупнейших получателей аирдропа ZECaSync, 41% продал все активы в течение суток после начала распределения. И еще 30% осуществили частичную продажу. Ну и не можем не поговорить про фактор Сивилы, потому что на фоне перехода к аирдропам по умолчанию также получила распространение вышеупомянутая практика мультиаккаунтинга. Поскольку, будучи уверенным в награде, некоторые участники начали использовать для взаимодействия с протоколом несколько адресов, чтобы мультиплицировать финансовый результат. Под несколько, я имею в виду иногда несколько тысяч или несколько десятков тысяч. Это привело к появлению профессиональных дропхантеров и распространению ферм-аккаунтов, которые де-факто занимались тем, что проводили атаку Сивилы на проекты. До определенного момента Сивилы воспринимались как нормальное явление и проекты не особо с этим боролись, потому что повышались статистические показатели проекта. Поэтому проекты фактически давали молчаливое согласие на распространение мультиаккаунтинга, не применяя никаких мер для того, чтобы это пресечь. Так, Аптос закрывал доступ к распределению, только если более 20 кошельков использовали один и тот же IP-адрес. А по итогам аирдропа Арбитрум, эксперты обнаружили, что около 150 тысяч адресов, получивших токен, так или иначе связанных с Сибилами. Однако дропхантеры не заинтересованы в продукте или сообществе. Большинство из них стремятся продать токен при первой же возможности. Ведь им нужно покрыть операционные расходы и зафиксировать прибыль. Ценовые котировки Blast и Wormhole наглядно демонстрируют эту тенденцию. Немалую роль тут играет и упомянутое выше влияние венчурного капитала. Крупные инвесторы стремятся превратить участников сообщества в свою выходную ликвидность. Распространение мультиаккаунтинга усиливает эти тенденции, и судя по последним распределениям, индустрия близка к точке, в которой вред от дампа токенов и падение показателей после аирдропа начал превышать пользу. Поэтому команды начали искать инструменты, которые помогли бы отсеять дропхантеров и повысить качество аудитории. Вот некоторые из возможных решений. Выявление связанных адресов с последующим запретом на участие в компании. К этому методу прибегли LayerZero и ZK-Sync, устроив крупнейшие в индустрии охоты на Сибилов, впрочем вызвавшие лишь недовольство сообщества, которое негативно отразилось на токенах проектов. Второе возможное решение – перекрестные раздачи для пользователей, которые являются держателями некоторых активов или участниками в других экосистемах. Пример – распределение мемкоина Бонг для активных разработчиков и пользователей DeFi-приложений, а также NFT-сервисов в сети Solana. И у нас снова цитата от кофаундера VanInch Антона Букова. «Основная проблема ретродропов – это Сибилы, которые заводят тысячи кошельков и пытаются получить больше, чем все остальные. Существуют различные методики их выявления, но очень сложно провести справедливое отсеивание адресов, поэтому классические аирдропы остались в прошлом. Единственный способ защитить раздачи – разработать такой механизм, при котором награда была бы связана не столько с кошельком, сколько с используемым капиталом. Тогда распределение активов между 10 адресами даст такой же результат, как участие всей суммой с одного адреса. Вот это то, что защитит аирдропы и сделает их еще более похожими на фарминг. Для некоторых высококапитализированных проектов не меньшей проблемой становятся и крупные участники, которые аккумулируют большой объем токенов во время аирдропа. Например, чтобы смягчить их влияние на котировки, команда Этена и Бласт использовали механизм вестинга вознаграждения. И вот мы пришли к главным вопросам – умрут ли дропы и что будет после них. Распределение от закосинки и лейерзеру для многих стали доказательством того, что индустрия близка к закату дропов. Полностью изменив изначальное предназначение этого инструмента, участники рынка оказались по сути в патовой ситуации. Разработчики пытаются выжать максимум из пользователей через программы поинтов, открыто обещая награды. Пользователи стремятся заполучить как можно больше токенов при помощи мультиаккаунтинга, чтобы затем сразу продать их. И похоже, что ни первые, ни вторые больше не верят в возможность построения сообщества при помощи дропов. Следовательно, появляется вопрос, что будет дальше. Если верить AlexBitBlaze, то сейчас индустрия приближается к пику нарратива, после которого последует резкое снижение интереса и возвращение к началу. Со временем рынок должен прийти к изначальному восприятию аирдропов, при котором стороны взаимно честны и не пытаются эксплуатировать ожидания друг друга. Код протокола указывает, что модель поинтов будет интеракционно улучшаться и схема распределения аирдропов сменится на что-то новое. Возможно, это будет возвращение к старым решениям, например, через те же NFT или ретродропы. Однако, в целом, схема распределения отходит на второй план. Главное – это достижение хорошей веральности и качества продукта. Если эти условия выполнены, аирдропы могут стать одним из инструментов привлечения внимания и распределения токенов, но не будут единственным или основным методом, отметил представитель проекта. Этим пиком может стать новый виток в борьбе меча и счета, в котором разработчики пытаются найти способ устранить проблему мультиаккаунтинга и изначального дампа токенов, а участники – защитить себя от размывания ценностей и действий венчурных инвесторов. Примеры охоты на Сибилов от TheCasin KillerZero, вестинг токена от Blast, а также изменения токеномики StarkNet из-за недовольства сообщества говорят о том, что индустрия, возможно, продолжает двигаться в сторону эскалации этого негласного противостояния, после которого последует резкое снижение интереса, если одна из сторон перегнет палку. Альтернативный вариант – охлаждение конфронтаций через выработку более справедливых механизмов распределения и прозрачное ценообразование во время запуска токена. Вероятно, именно последний фактор является истинной причиной перехода от предоставления взаимной ценности к взаимной эксплуатации. Антон Буков говорит, «Я не думаю, что airdrop исчезнут, их может быть больше или меньше, но сам механизм действительно эволюционирует. Я думаю, что все приходит к тому, чтобы он больше был похож на фарминг, потому что это позволяет защититься от сибилов. Со временем раздачи будут еще больше похожи на фарминг по формулам, но будут иметь ретроспективное вознаграждение». Однако это возможно только при готовности идти на компромиссы всех участников рынка, включая обычных пользователей, разработчиков и венчурных инвесторов, что требует предварительного восстановления разрушенного доверия и баланса возможностей. Другим важным фактором может стать создание правового поля для блокчейн-проектов, поскольку появление и развитие airdrop во многом было вызвано поиском механизма распределения токена, который не позволил бы их классифицировать как ценные бумаги. То есть одна из причин вообще появления дропов в то, что токены пытались уйти из-под надзора регулирующих органов. То есть это более такое децентрализованное распределение, которое не должно вызывать вопросы о ценных бумагах. Кроме того, регуляторные требования могут ограничить активность венчурных инвесторов или предусматривать механизмы защиты от ценовых манипуляций. То есть, проще говоря, запретить на каком-то законном уровне вот так вот лить токены в рынок, либо ввести какие-то правила для того, чтобы это не настолько влияло на цену. В конечном итоге это эволюционирует во что-то более сбалансированное, более здоровый подход будет к распределению токенов на организационном и техническом уровне. Поэтому если ответить просто на вопрос, умрут ли дропы, нет, не умрут, они будут эволюционировать и в итоге придут к какому-то новому механизму, который будет более сбалансирован, будет более справедливый для всех участников рынка и для аудитории, и для разработчиков, и так уж и быть, для венчурных инвесторов, куда без них. У нас на сегодня все. Если тебе это видео было полезным, обязательно поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал, если ты вдруг еще этого не сделал. С вами был Encrypted, всем пока!